Продолжаем, мы вернулись, у нас снова немножечко небольшие проблемки, но думаю скоро мы их сможем решить. Пока все, кто не занят и все, кто хочет отдохнуть, может выйти на улицу, отдохнуть. Там же стоит наш партнер, первый игровой клуб виртуальной реальности. Одеть на себя можете консоли, погрузиться в виртуальную реальность, посмотреть, что это такое, с чем это едят, почувствовать себя на дне океана, полетать с орлами, ограбить банк и много-много-много чего, где ваши полноценные гиды этого клуба помогут вам окунуться в данную реальность и расскажут, как же лучше почувствовать на себе это. Ждем, когда... Все предлагают встречать, если любят Разик. Разик сегодня играет за команду не Токсик, это соперники, я напомню, что это соперники минской команды и посмотрим, чем же все-таки Разик сможет сегодня удивить, потому что напоминаем, что Разик чуть не оформил рампагу в первом же матче. Надеюсь, саппорты команды из Минска либо команды из Чернига смогут превзойти это достижение. Небольшие проблемы, небольшие рофлы в чате, я думаю, команды уже друг к другу притерлись и знают друг друга, поэтому никакой нет неловкости, все находятся в домашней лайтовой обстановочке и все на своих местах. Если кто-нибудь из вас задумался, как поднять ММР в Доте, не прилагая много усилий, DotaBoostya.com поможет вам в этом. Сервер бустинга аккаунтов Dota 2 всегда к вашим услугам. Дешевые цены, быстрый буст рейтинга до 400-500 ММР, покупка аккаунтов, продажа аккаунтов, если вдруг кому надоело играть в Доту и хочет остаться с этой игрой на короткий промежуток времени, калибровка помогут вам отыграть, помогут отыграть Low Priority для вас, если кого-то опять же получил незаслуженные репорты и обучение игры в Доту. Все это DotaBooster.com. Заходи, регистрируйся, играй и выигрывай. Если же у вас проблема с компьютерами, компания Server поможет вам подобрать лучшее игровое решение, которое вы только можете себе позволить. Но об этом потом, потому что продолжается игра. Показываю, что ребята вырисуют в чате флаг Украины, а значит, что они готовы болеть за свою страну, за свою родину и приехали сюда не просто так. Ждем пока решатся все проблемы. Нам подскажут, что проблемы будут решены в кратчайший срок, буквально меньше минутки и мы начнем дальше смотреть эту увлекательную катку. Кто не знает, стоят в холле пресс-волы, можно фотографироваться. Наши прекрасные девушки-репортеры готовы к вашим услугам, помочь фотографировать, сделать прекрасное селфи и прочее. Понеслась, отжимается пауза и продолжается баталия. Напоминаем, шестая минута на табло. 5-1 в пользу мальчиков из Минска. Ганг на снайпера. Неудачно снова промахивает. И снова умирает Магнус внизу. И от кого вы подумали, да, это Баунти Хантер. В Миду умирает Шторм Спирит. Снайпер пока не удержим. Ничего не могут противопоставить членниковские ребята в команде из Минска. 7-1 и полная доминация на карте. Но я думаю, что скоро преимущество в 5000, которое ведет команда из Минска, смогут отыграть прекрасные ребята из Чернигова. Потому что герои к этому располагают. Навык игры у ребят больших. Возможно, просто нервничают. Возможно, просто не готовы были к тотальной доминации. Шторм уходит в леса. А... Скоро у него появится Боттл. Немножко он не ожидал по таймингу это. Но все же он этого достигнет. Что у снайпера? У снайпера уже Аквила. У снайпера в Райсбенд. У снайпера Рейндропы. ПТшка. И он пытается выйти как минимум в Яшу. Снова снайпер убирает Варлока. И по киллам свой кап... А, нет. Вот отвечает ребята из Чернигова убийством Леона. 8-2. И Чернигов пытается вернуться в игру. Пока не слышно ничего ни про Траксу, ни про Андерлорды. И Андерлорду не хватает буквально 50 монет до Аркан. И, скорее всего, он без маны. Он без ХП. И он просто уходит к себе за вышку. Возможно, пойдет на Шрайн. Возможно, пойдет на Базу. Леон поймал... Вот, поймал Магнус. Но Леон все-таки смог убить Андерлорда. Они смогли. И отвечают киллом на Леоне. 3-9. Пытается Тракса убить все-таки Магнуса. Тускар этого не позволяет сделать. Смотрим, ли будет последний удар. Да. Последний удар. И Тракса убивает Магнуса. Смотрим за... Тоже выиграет в драке против Тускар Тракса. Шестой уровень против третьих. Поймали Траксу. И все же Тракса умирает. 4-11. Но 5-0 снайпер. И пока ему никто ничего не может противопоставить в этой игре. Он уже полностью на виду. Руна ДД. Скорее всего, сейчас уходит снайперу. БХ. Пятый фраг оформляет себе. Это мега килл. И, скажу вам честно, такого БХ рад видеть в команде любой игрок. Потому что настолько ценного саппорта. Пока на турнире мы еще не видели. Но, думаем, скоро он появится. Можно поаплодировать, ребята, этому БХ. И встретить его бурными овациями и криками. Если поддерживаете БХ. Везде. Везде сущ просто этот человек. Смотрите. Прожимает ТП. Сможет ли уйти? Нет. Не сможет уйти. И это unstoppable килл. Как для снайпера в миду, так и для... БХ. Бх. Убивают Леона. 5-15. Умирает все, кроме Сторма. Шторм пытается добить снайпера. Но у него это получается. И он все-таки выживает. Забирает себе большой стрик. Башня. А не... Что? Спирит. 6-16. Ребята пушат верхний лайн. Как видно, другие лайны просто уже команды оставили. Потому что не знают, что делать с другими лайнами. Все идут с базы. Но вышка все-таки упала. Вышка упала. И ребята не останавливаются и шагают дальше. Готовы принимать бой Тракса, Дарксир и Баунти Хантер. Неудачно прилетел на ТП Магнус. Получил немножко его височный плюх. Но готов драться дальше. Что у нас по уровню среди команд. 11 уровень имеет снайпер. 9 уровень имеет Шторм Спирит. По 7 уровень имеет Тракса и Дарксир. И всего лишь 3 и 4 уровень соответственно имеет Варлок и Тускар. Саппорты команды из Чернигова. Не задалась игра у этих саппортов. Пытаются ворваться Тускар. Не догоняет Дарксира. Не догоняет Леона. Вакуум. Стяжка. Очень интересно происходит. Потому что не знаю, за кем следить. По-моему, похоронили всю команду ребята из Минска. 21 на 6. Это Full Man Team Vibe. Да, неинтересно получилось ребятам из Чернигова. Такая драка. Они рассчитывали, что похоронят они. А похоронили их. Но можно сказать, что Дарксир на лоу хп всего имел 150 хп. И почти смогли его убить. Но все равно размен неравный. 5 в 1. Не то, что мы ждем от черниговской команды. Прожимается Глиф. Летит Курьер к снайперу. И это появляется у снайпера Саша. Это будет Сия на снайпере. Это отличный выбор. Много мобильности. Много. Снова умирает Андерлорд. И я уже не хочу смотреть на эти смерти. Когда же ребята из Чернигова смогут перевернуть эту драку? Умирает Тускар. Умирает Магнус. И уходит Шторм. Варлок просто убегает. Третий уровень. Ничего не может сделать. Отлично заявление. Кстати говоря, стоит отметить. Пулю снайпера Шторм Спи. Но ребята на 11 минуте стучатся на хайграунд команде из Чернигова. Не успели вознести границу между Белоруссией и Украиной. Как ребята из Минска ее уже ломают. Падает последняя вышка на стороне топа команды из Чернигова. Снова навязывают драку. Летает Шторм. Пытается убить хоть кого-нибудь. Не получается его фиксят. Два, три, четыре умирает. И Шторм. На мане просто не улетает. Снова минус пять. Шесть, двадцать девять. Полное вытирание пяти потных мужчин. По-другому, честно говоря, и не скажешь. Да, наверное, проблемы большие были с пиком у команды из Чернигова. И они не смогли подобрать себе правильных героев, чтобы законнить пик команды из Минска. А команда из Минска полностью оправдала надежды команды аналитиков. Показывая то, что готовы они, ребята, играть за тур. Арпе качественно дается в арпе в троих. Убивает Леона. Пытается убить кого-нибудь. Но нет, не получается снова убить кого-то. Два остается против четырех игроков команды. Уходит БХ отсюда. Он просто занимается тем, что стоит на секретном магазине команды Чернигова. Нету стороны. Но ребята отсюда не уходят. Мало им телов, мало им смерти. Они хотят больше крови, больше жажды убивать. Особенно, как мы видим, у Снайпера. 14 уровень. И он имеет 19 на 1. Кто бы вы думали, конечно же, Снайпер. На втором месте Трокса 7 на 1. И 6-0. 11 имеет Ваунти Хантер из этой команды. 33 на 7. В сумме 40 киллов. Если бы он сделал ставки на этот матч 100 киллов меньше 46, как это принято в лугинистских конторах, то он имеет все шансы проиграть свои средства. Уходит Снайпер. Его, смотрите, у Снайпера есть. Момб у Снайпера есть. Саша Яша при поддержке Леона. Он пытается убить Андерлорда. Не получается. Магнус пытался спасти Андерлорда. Андерлорда он спас, но умер сам. Также умер Лайт Варлок. И ребята троем не дают выйти из базы пятерым игрокам команды из Чернигова. Да, честно сказать, не ожидали мы такой ранней агрессии, потому что идет 13 минута всего лишь, кто засекал. 13 минута. Вот сейчас будет 14 минута. На карте. А уже нету стороны. Нету вышек в неду. Осталась только одна на ХГ. И последняя вышка Т2 стоит у команды Чернигова за пределами их базы. Надо строить новые вышки. Подсказывает мне оператор трансляции. Но эта игра не та. Здесь вышки строить нельзя. Они обновляются сами, когда хочешь в новый раз новую игру. А мы напоминаем, что команда сервер, а она же компания, которая занимается комплектующими ноутбуками и просто компьютерами, готова предоставить всем вам любые комплектующие, звуковые карты, наушники, мышки. И сегодня разыграет среди всех зрителей на Твиче, среди всех зрителей в группе и тех, кто есть у нас здесь, в зрительском зале, шикарную мышку Влади B2M. Компания сервера – залог хорошей игры. Тем временем 8 на 36 умирает Тускар, а остальных спасает Андерлорд, прожав ульту и улетев на базу. Готова к заходу команда из Минска. 15-я минута игры. Дарксир имеет полмеки, арканы и догон. Тракса имеет косу, что странно, потому что у нее уже есть в инвентаре Блайндстоун. Выкупается Андерлорд. Я думаю, что это готовится, ребята, к последней драйве.